здравствуйте дорогие друзья очень рада вас приветствовать с вами снова ольга мартьянова мы продолжаем вязать наш свитер кардиган регланом сверху в первой части сюжета о данном свитере мы с вами рассчитали сколько необходимо набрать петель для воротника как вообще это работает с образцами все обсудили разбили наши петли на полочке рукава спинку вывязали росток и я вам объяснила как продолжать вязание вниз а в этом видео речь пойдет о псевдо жаккарды я очень люблю это способ вязания потому что в работе на руке всегда одна нить во вторых на задней стороне полотна нет и не может быть протяжек за счет этого полотно будет одинаковой толщины на всей его поверхности вот посмотрите данное изделие уже в процессе ростов к но кокетка мне очень нравится она тоже выполнена в технике псевдо жаккард или ленивый жаккард как ее называют вот здесь очень наглядно вы увидите что нет никаких не протяжек не утолщение и это неоспоримый плюс псевдо жаккарда минус у данного вида вязания только один это не жаккард вот и все а сейчас я покажу вам как связать элементы данного узора чтобы вы могли применять их и связать свои неповторимые изделия допустим вот это у нас какое-то изделие идет и я готова присоединить белую пряжу провязываем кромочную ниточку скрепили подтянули все первые две петли провязали третью сняли это будет наш зубчик опять две петли провязали третью сняли раз два и кромочная повернули на изнаночку теперь мы с вами будем вязать белой пряжей обратный ряд весь полностью изнаночными петлями самое главное здесь следите чтобы петли не перекручивались определенном этапе вязания мастерицы уже просто видят как видят петли понимаете как в аватаре я тебя вижу за заднюю за заднюю за переднюю и перекручивание не будет в этой ситуации подтянули так и поворачиваем полотно теперь я провяжу белой пряжей просто два ряда туда-обратно без всяких изменений вот смотрите я еще провязала два рядочка и уже вот эти зубчики хорошо видно видите какая красота получается я готова присоединить опять коричневую ниточку я ее просто беру прикладываю и придерживая предыдущую чтобы она у нас не расслаблялась не вытягивалась провязываю кромочную теперь в столбце где коричневый зубчик вот здесь то вот здесь вот в этом столбце белую петлю я буду провязывать коричневый а две другие вот три петли составляют раппорт а две которые вот петли между зубчиками вот они да вот я их буду снимать не провязывая как это выглядит вообще не страшно смотрите раз их просто снимаю 2 провязала самое главное нить не затягивайте что чтобы у вас полотно не скукожилось опять раз два провязала раз два провязала раз два провязала если вы сомневаетесь достаточно или нет вы натянули расслабили здесь ниточку вы просто расправьте полотно и все и на вас ниточка ляжет нужным образом опять раз два провязали раз два провязали кромочные должны быть провязаны все это иначе у вас нет кого бежит развернули вяжем в обратном порядке все петли изнаночными не допуская перекручивания и провязываем еще парочку коричневых рядов но вот теперь уже видно какая красота получается берем следующий цвет нити мы будем опять сейчас ниточку подтянул опять 2 вяжем одну снимаем 2 вяжем одну снимаем у нас получается вот этот столбик зубчиками он у нас идет постоянно в процессе всего вязания по нему вы можете ориентироваться опять 2 провязали сняли а изнаночную все петли провязываем как обычно изнаночными без перекрещивания и еще два рядочка провяжу ну вот посмотрите какая получается красота теперь я вам покажу как вырезать вот такие вот кирпичики возьму для наглядности белый цвет две вяжем одну снимаем две вяжем так смотрим вот наши зубчики вот он наш столбец точно его снимаем две вяжем одну снимаем очень простая схема так провязали один ряд разворачиваем а теперь внимание петли провязанные белой пряжей я буду провязывать а провязанные зеленой буду снимать не провязанными на правую спицу таким образом у нас получится маленькие кирпичики а зеленую снимаем опять провязали а зеленую снимаем вот что у нас должно получиться теперь берем зеленую ниточку и провязываем ряд полностью все подряд петли лицевыми следя за тем чтобы они не перекручивались и смотрите что получилось мы наши мы нашу белую пряжу заключили в зеленую я сейчас провяжу изнаночный ряд и это станет очень видно а я надеюсь что схема вам понравилась берите на вооружение вяжите радуйте себя и своих близких чудесными вязаными вещами до новых встреч